Доброе утро, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Может быть, кто-то подскажет, какие темы мы исследуем утром? Те, кто посещает. Жизнь Иисуса. Вера. Жизнь и вера. Да, мы остановились. Последние темы, это несколько тем. Мы размышляем над тем, что очень важно нам иметь веру Иисуса. И вот какая это вера? Потому что в книге Откровения, в 14-12 тексте сказано, что народ Божий, который будет спасенным, он будет иметь такую тройную характеристику. Он будет соблюдать заповеди Божьи, вот эти вот. Еще? Они будут иметь терпение, упование на пришествие Иисуса Христа, даже если он замедлит. И третий, они будут иметь веру Иисуса. Мы начинаем с веры, потому что без веры угодить Богу невозможно. Правда? Для того, чтобы исполнить закон Божий, это не просто так исполнить заповеди, прочитать их и просто начать действовать согласно тому, как написано. Закон Божий духовен. Он затрагивает дух человека. Правда? И самостоятельно человек не может исполнить ни одну из этих заповедей настолько глубоко и правильно, чтобы это соответствовало мерилу Божьих требований. Поэтому Бог, зная эту проблему, Он совершает с нами те действия, которые мы можем назвать Божьим планом спасения. А вот терпение и упование. Что это такое? 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 текстам сказано тоже, повторяется та же самая мысль, которая в Откровении 14, 12. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Что такое терпение и упование? Зачем оно вообще нужно верующему человеку? Апостол Павел писал, терпением спасайте души ваши. Мы с вами люди, народ, который ожидает пришествия Иисуса Христа. Но Христос не пришел еще. Предыдущие поколения точно так же ожидали, но Христос еще не пришел. Даже когда жил апостол Павел, многие люди надеялись, что они увидят пришествие Иисуса Христа. В 19 веке люди надеялись, что они увидят пришествие Иисуса Христа, те, которые пережили возрождение. Мы с вами надеемся, что в нашем поколении мы увидим пришествие Иисуса Христа. Кто верит в это? Не густо, но и не пусто. Можно сказать, каждый второй верит. А что, если в наше поколение Христос не придет? Нет, ну что будет с вашей верой? Умрем в вере. Умрем в вере. Хорошо. Вы знаете, вот это выражение, оно характеризует состояние человека, терпение, упование. Уповать на пришествие – это не просто ждать, смотреть телевизор, смотреть новости, что-то сравнивать, считать, сколько там пап придет по списку, как они по 17 главе Откровения идут. А он не приходит. И что же с нашей верой происходит? Может быть, мы расслабляемся? Давайте мы вспомним еще одну главу из книги Откровения. Это третья глава. Третья глава книги Откровения, в которой верный свидетель обращается к своей церкви. Это последняя церковь, последний период церкви, который назван Лаодикийским периодом. А что это за период церкви, который называется в Библии Лаодикий? И что это за период церкви? Время суда. Время суда и еще? Ваши веры. Да, здесь характеристика. Здесь характеристика дана. Характеристика целого народа. Самое удивительное, что Бог не сказал ни одного хорошего определения в отношении этой церкви, этого периода. Да? Или есть что-то хорошее? Но есть только надежда. А что там есть хорошее? Это ко всей церкви. Смотрите. Самое главное – это характеристика. Какой ты? Там сказано, ты не холоден и не горяч. Ты думаешь, что ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды. Но на самом деле какой ты? Ты теплый и еще? Ты и слепой, и ногой, и нищий. Хотя ты думаешь, что это тебя не касается. Что это не с тобой. Что? Ты несчастный. Несчастный. Да, совершенно верно. Я не расслышала слово. Прошу прощения. Так вот, смотрите, в этих условиях, в такой характеристике, ну, можем еще вспомнить 25 главу Евангелия от Матфея, где Христос рассказал о состоянии народа Божьего в последнее время. Это 10 дев, из которых половина были разумные, половина неразумные. Но они все уснули. Вот какой-то период все они уснули. И вот смотрите, сон, такая характеристика, вот наше такое состояние, и, может быть, мы еще и не имеем такого настоящего терпения, упования. То есть все вот эти характеристики, они способствуют, ну, можно сказать, нашему развитию духовному. Печальная картина. Но о чем мы вообще с вами рассуждаем? Вот по утрам, уже почти три месяца. О возрождении. О возрождении. А есть в этом необходимость или же нет? Есть. Вот вчера Алексей высказал свое состояние, да? А в прошлую субботу он сказал проповедь. Великое приобретение быть благочестивым и недовольным, да? И недовольным. Очень глубокая тема по содержанию. И вот это недовольство, вы знаете, испытывают многие. Недовольство своим состоянием, недовольство своей духовностью, недовольство, может быть, какими-то признаками, которые, по сути, характеризуют нас, как народ Божий. И это хорошее состояние. Потому что плохо, когда мы думаем, что все хорошо. Что я уже всего достиг, но меня просто нужно живым уже забрать на небо. Потому что я уже достиг определенного уровня. И это действительно проблема. Я бы сказала, я медленно подхожу к теме. Это все предисловие. Я бы сказала, что это очень опасное состояние, когда мы чувствуем вот эту успокоенность, вот это благополучие, которое нас может обманывать. И возрождению может мешать как раз именно вот это состояние. А зачем мне молиться так много? А зачем мне размышлять надо идти много? Я и так хороший. Я примерный христианин. Я хожу постоянно в церковь. Я жертвую. Я служу. Вот, например, в предприятии я служу. Все у меня прекрасно. А зачем мне ходить? Зачем мне утруждать себя? Зачем мне с кем-то еще молиться? Зачем мне, вообще зачем мне все это? Зачем это напряжение? Знаете, состояние подобного мышления, оно рано или поздно приводит к краху. И, вы знаете, я вечером буду говорить эту тему. Многих людей очень сложно переубедить в необходимости возрождения. Умом они понимают, что хорошо было бы, если было бы что-то лучшее. Но чтобы сделать это, надо напрячься, нужно что-то сделать. Может быть, раньше встать, раньше лечь. А по сути, это нужно поменять свой образ жизни. Правильно? А может быть, спланировать свою жизнь таким образом, чтобы все успевать. Но самое главное, помните, мы с вами говорили в одной из тем, но это давно уже было, конечно, в нашем журнале, там вот статья Андрея есть. Есть вещи важные и срочные. А есть вещи важные и несрочные. Правда? Есть вещи какие? Несрочные, но важные. И есть какие? Неважные, но срочные. Понимаете? А есть и неважные, и несрочные. И вот мы в своем таком, знаете, беспечном состоянии, мы можем прийти к этому состоянию, что мы либо делаем срочные, неважные вещи, либо вообще несрочные и неважные вещи. Мы заняты вот такой вот рутинной жизнью. И это проблема наша, потому что то, что важно, оно не должно быть срочным. Его нужно спланировать и вписать в свою жизнь, чтобы жизнь была размеренной, планомерной и успешной. Почему я об этом всем говорю, друзья? Потому что все вот эти факторы, они рано или поздно, они влияют на нас тем, что мы приобретаем какую-то самоуверенность. Даже в своем спасении. В церковь же мы ходим? Ходим. А помните, как народ Божий в свое время говорил, мы дети Авраама. У нас имя есть, у нас положение есть, у нас все есть. Бог защищает нас. Почему? Потому что мы потомки Авраама. И что случилось с этими потомками Авраама? Помните? Они все полегли в пустыне. Помните? Почему? Потому что у них не было той веры, которая делала их способными соблюдать заповеди Божии и иметь терпение упования. По неверию своему они полегли в пустыне. Вот почему очень важно, друзья, нам иметь веру Иисуса. Это труд. Это труд нашей жизни. В Библии апостол Павел пишет, это труд любви. Это труд веры. Вот такие выражения. Над этим нужно работать серьезно. И наша вера — это не просто умозаключение. Это не просто вот здесь, вот там, где над бровями у нас хранится запас знаний. Куда нам нужно идти, что нам нужно делать. Это состояние. Это состояние отношений с Богом. Это состояние отношений с другими людьми. Вот это и есть характеристика веры Иисуса. Так вот, что же это за явление самонадеянности? Вот это тема, собственно говоря, нашей сегодняшней утренней встречи. Что это такое? Ну, само это слово состоит из двух слов. Если так русское слово взять — самоуверенность. Другими словами — надеяться на себя. Вот это слово «сам», оно подчеркивает, ну, можно сказать, усиливает сам глагол, который идет за этим. Или там само слово, да? Там в данном случае это уверенность. Я говорю. Вот я сказала. Что это значит? Я сказала. А если я скажу «я сама сказала», видите? Усиливает, да? Если мы говорим «бог сказал» — это одно. А если мы говорим «сам Бог сказал» — усиливает значение, да. И вот теперь смотрите, когда мы говорим «вот мы надеемся» — это хорошо. Но когда мы говорим «я самонадеянный человек» — совершенно другой смысл. Правда? Совершенно другой смысл. Ну, как же можно его охарактеризовать? По сути, это значит питать надежду на свое мнение, на свои знания, на свое положение, на свой опыт. В словаре Даля сказано «самонадеянность» — это лишнее доверие к силам и способностям своим, к личным своим качествам. Это небрежение к чужой опытности, советам и помощи. То есть если мне кто-то говорит со стороны, я сам знаю, что я прав. Понимаете? Вот это вот такая характеристика этого слова. Ну, если взять всех людей, то люди делятся, можно сказать, на две большие группы. Либо люди, которые излишне не доверяют ни себе, никому, либо они излишне доверяют себе и больше никому. Можно сказать, ну, есть такие, что кому-то только доверяют. Так, хорошо, мы исследуем этот вопрос тоже. Вы знаете, даже когда человек не уверен в себе, у него все равно есть такое мнение. «Я знаю, что я не уверен в себе». Знаете, где-то на подсознании. Все равно «я знаю». «Я» больше уверен, чем кто-либо другой. Ну, с одной стороны, самоуверенность, можно сказать, оно и неплохое качество. Почему? Ну, такое понятие, как самоконтроль. Это важно или не важно? Очень важно. Нам нужно обрести самоконтроль. И оно каким-то образом связано с самоконтролем. Мы себя контролируем. Что мы делаем, что мы думаем, какие у нас мотивы есть внутри. То есть у нас есть вот это, ну, что-то положительное такое. А теперь давайте мы откроем книгу-притч, например, 12 главу. 12 главу, 15 текст. И прочитаем. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Путь глупого человека, он правильный в его глазах. 14 глава, давайте прочитаем дальше. 12 текст. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». Притча 16.25 – то же самое. Другими словами, человек уверен, что этот путь, по которому он идет, он абсолютно правильный. Почему? Потому что он же его выбрал. Вот такой парадокс, друзья, когда мы принимаем решение, когда вот решение – это конечный пункт, который уже предваряет действие. Вот по утрам мы очень подробно об этом размышляем, и я не буду повторяться, но, скажу, решение – это уже когда человек принял, решил, и он готов это воплотить в действие. Так? И вот когда он уже принял решение, скажите, сложно его сдвинуть с этого места? Очень тяжело, практически невозможно. И часто бывает так, что человеку нужно так уже до такой катастрофы дойти. Вот только тогда он подумал, это все-таки я неправильное решение принял. То есть он должен сам же убедиться в том, что он сделал что-то неправильно. Вот такая проблема. Ну, еще давайте прочитаем 21 главу книги «Притч», второй текст. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». «Всякий путь прям в глазах человека». Ну, в этих текстах практически мы видим наше ошибочное видение. В третьей главе книги «Притч» – это вообще кладезь мудрости. Вся эта книга «Притч» здесь сказано. «Не будь мудрецом в глазах твоих глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Не будь мудрецом в глазах твоих». Дальше. «Надейся», пятый текст, «на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Другими словами, «Всякий путь прям в глазах человека, да, он кажется правильным. И я иду, пока лбом не расшибу эту стенку, потому что я принял решение идти этим путем. А с другой стороны, не полагайся на разум твой. Это Библия нам советует. А ищи Божьи пути. Почему? Потому что в этом мудрость твоя. Давайте мы немножечко отвлечемся от этого нашего вопроса о самонадеянности и попытаемся разобраться вот с каким вопросом. Что же лежит на самом деле в основе самонадеянности с библейской точки зрения? Самоправденность. Самоправденность еще. А что значит самоправденность? Как причина этого? Отпорадився в Бог. Да, вот. Самая главная мысль. Я сам. Я без Бога могу. Я буду это делать то, что я считаю нужным. Бог создал этот мир таким образом, что он зависит от него. Почему? Потому что он является жизнедателем. Бог является Богом любви. Божья любовь – это что такое? Это сила, которой Бог творит все. Что входит в основу любви? Что входит в основу любви? Справедливость входит? Да. Отношение Бога к своему творению с позиции справедливости входит сюда. Другими словами, мы можем сказать, что это принцип. Это принцип, по которому Бог действует во всей Вселенной. И очень важно, чтобы мы, понимая, что же все-таки является законом жизни, могли находиться в этом законе жизни, находиться вот в этом состоянии, в этом принципе. Потому что отклонение от этого принципа, оно обязательно влечет за собой разрушение. Если я не здесь, то я во тьме внешней. Бог говорит, вот если вы хотите жить, войдите в этот закон. Живите в этом состоянии, и вы будете успешны. Вы будете всегда наслаждаться вечностью. Вы будете здоровы, вы будете счастливы. Ну, так чтобы немножко расширить эту тему, я хотела бы напомнить всем нам, что все через Бога начало быть. Ничего не начало быть без Него. Мы не можем принять тот факт, что вот я как-то там живу, но Бог там где-то далеко, но я вот здесь появился на свет, я здесь живу, и я сам себе могу выбирать путь. Я же свободная личность. Ну, даже если я ошибаюсь, ошибаюсь. Ну и что? Ну, ошибусь. Ну, потом как-то оно поправится. Друзья, у нас одна жизнь, и она полностью зависит от Бога. Иоанна 1 глава, 3 текст. Все через Него начало быть. 10 текст. Мир через Него начал быть. Все через Него начало быть. Апостол Павел писал Римлянам 11, 36. «Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки». Все от Него им и к Нему. «И Бог есть любовь». 1 Иоанна 4, 8. «Божий закон есть закон любви. А любовь есть исполнение закона». Пишет апостол Павел Римлянам 13, 10. И вот эта любовь Божья, она постоянно объемлет нас. Это постоянное проявление Божьей любви. Постоянно. Если мы хотим понять, что любовь – это что-то такое чувственное, такое сладкое, приятное, именно таким образом сатане удалось привить человеку понятие о любви. Что это очень чувственно приятное состояние. Но любовь – это принцип. Это принцип справедливости. Это принцип правды. Это принцип истины. Это принцип, который мы не можем нарушить ни вправо, ни влево. Другими словами, нам нужно узнать этот путь. Вот этот верный, самый верный путь, путь любви. И идти этим путем. Потому что нету другого состояния, нету другого положения, где человек был бы в правильных взаимоотношениях с Богом. Кроме этого. Что сделал сатана? Ну, Люцифер в свое время. Он изменил вот это сознание людей о принципе любви. Но любовь Божия, как я уже сказала, она основана на определенном принципе. В первую очередь, это принцип справедливости. Еще можно дать такое определение. Любовь – это долг по отношению к Богу и по отношению к Его творению. Это наш долг. Хотим мы или не хотим, но мы должны исполнять то, что Бог предписал. Правильно? Вы скажете, ну, при чем здесь тема о самонадеянности? И вот то, о чем ты говоришь сейчас, что такое любовь, что это принцип. Ну, любовь затрагивает дух человека, если мы берем себя. И если мы говорим о законе Божьем, значит, если мы хотим его исполнить, у нас должен быть исправлен дух. Вот там вот изнутри человек должен быть исправлен. Поэтому мы говорим о том, что как важно, чтобы дух Божий соединился с духом нашим, чтобы он занял место в нашем сердце, и он совершал вот эту работу изнутри нашего с вами изменения. Вот это единственный путь, где человек может обрести уверенность хотя бы вечной жизни, обрести благое расположение Бога к себе. Это когда мы открываем двери сердца своего, когда мы впускаем Христа или Дух Божий. Дух Христа, когда мы впускаем свое сердце, это единственное состояние, когда человек может быть принят Богом. Итак, только таким путем, именно благодаря вере, мы утверждаемся в Божьей любви. Мы доверяем Божьему обетованию. И мы с вами много говорили о том, как важно вот эту веру проявить именно с позиции доверия Богу. Потому что другого пути развивать свою веру нет. Или же наша вера будет, ну, как факт, да, Бог есть. Ну, вот космонавты летали, вот они там что-то такое было, а там атомную бомбу сотворили, а там цепную реакцию открыли. Но есть доказательства Бога. Да, может быть, для неверующего человека и нужно именно вот такие вот доказательства. Мы вчера смотрели вечером передачу, как наш брат, археолог, объясняет суть доказательства Библии. Да? Библия – это Слово Божье. Но когда мы начинаем уже идти путем посвящения, путем освящения, то нам недостаточно основывать свою веру только на фактах. Правда? Наша вера должна быть верой отношений. Потому что только через вот такую веру Бог может сотворить в нас нового человека. И весь этот путь наш, вот этого нашего превращения или нашего изменения изнутри, вот это и есть путь нашего, подскажите, возрождения. Совершенно верно. И это происходит только благодаря тому, что мы верой позволяем Христу утвердиться внутри нашего сердца. Филиппийцам, 3 глава. Помните? Не, не филиппийцам, ефесянам. Итак, Бог со своей стороны, Он сделал все, чтобы у нас эти отношения были. Он заключает с нами завет. Он называет нас своим именем. Он дает нам клятву, заверение в том, что Он нас не оставит. До скончания века я с вами, говорит Христос. С нашей стороны что требуется? Принять это приглашение. Принять и вступить в завет с Богом. И вот эти вот отношения, когда я откликаюсь на Божий призыв взаимоотношениям, вот это и есть мой путь веры. Вот несовершенный человек, но Бог знает, какие мы. Он знает, что с нами произошло в результате грехопадения. Он все знает о каждом из нас. Он знает наши способности, знает наши характеры, знает все наши возможности. И тем не менее, Он приглашает нас к этому союзу, к таким вот теснейшим взаимоотношениям. А что нам дадут эти взаимоотношения? Ну, Христос, понятно, Он уже к нам питает что-то. Он план спасения разработал. Он нам прожил жизнь тут праведную. Он эту праведность нам вменяет. С нашей стороны. Что нужно? Нам действительно нужно проявить веру. И это не есть что-то такое исключительное, что у одного она есть, а у другого нет. Я много раз приводила такой пример. Мы верим синоптикам. Посмотрели свои смартфоны. Вот такая будет погода. Мы верим тем людям, которые какие-то схемы разработали и так дальше. Верим. А то, что Бог сказал в Слове Своем. А то, что Бог поклялся, что Он сделает это. Мы верим Ему или нет? Верим? Верим, я еще раз спрашиваю. Действительно, Бог сделал наше спасение вот именно таким образом, чтобы мы научились доверять Его Слову. И таким образом наша вера начнет расти. Она вот с такой малюсенькой, потому что, помните, мы говорили Христосу, о, маловера. Это было самое печальное, что в характеристике Божьего народа может быть. Он даже к своим ученикам говорил. Почему ты усомнился? Почему ты это не сделал? Он род маловерный. А Сын Человеческий придет, найдет ли веру на земле? Веру какую? Веру Иисуса. Поэтому Бог предусмотрел, чтобы вот эта вера, которая у нас все-таки есть, эта способность человека верить тому, что он не видит, она была переключена или сконцентрирована на том, что Бог говорит. То есть поменять эту веру, да? Но даже не поменять, а трансформировать ее в правильную веру. Почему? Потому что Христос говорит, без меня вы не можете сделать ничего. И если я вам что-то пообещал, я обязательно это сделаю. Если я от вас требую что-то, значит, я в этом требовании уже заключил свою силу, чтобы вы могли исполнить. Но каким образом? Каким образом? Только когда мы будем в завете с Богом. Правильно? Он со своей стороны верен, а теперь нам нужно хранить эту верность. Мы раз вступили с ним в завет, значит, нужно быть верным этому завету. Другими словами, за человеком остается верность. Верность Богу в ответе на его любовь. Ведь мы же не знали когда-то даже, что Бог есть. Ну, может быть, кому-то повезло, в детстве ему там сказали, иконы видел. Каким-то образом бабушка, там мама, ну, каким-то образом мы узнали, что Бог есть. Но какой этот Бог? Ведь мы же его не видим, мы его не можем пощупать, мы его не можем ощутить. А тут еще нужно так поверить, что этот Бог в твоем сердце живет. Понимаете? А тут еще надо поверить, как это все происходит. Чтобы этот опыт не был виртуальным, а чтобы он был настоящим опытом. Опять задаю вопрос, к чему это все касательно самоуверенности или самонадеянности? Именно, друзья, вот такой вот принцип, о котором мы только что говорили, но это кратенько только, он лежит в основе нашего завета с Богом. Наших взаимоотношений с Богом. Бог знает, что нам невозможно исполнить его закон любви. Он знает, что без него мы ничего не способны сделать сами. Правда? Поэтому нам первые протягивают руку и говорят, «Я дал тебе обещание. Я позабочусь о том, чтобы ты стал таким, таким, таким. Таким, каким я хочу тебя видеть». От тебя что требуется? От тебя требуется остаться верным твоему обещанию, в твоем ответе на мою любовь. Ведь ты же поверил, что я тебя люблю. Понимаете? Человеку нужно изменить мышление, и Бог обещает это сделать. Он говорит, может ли барс поменять пятна свои? Может ли феоплянин вообще кожу свою изменить? Ну, сегодня вроде бы как что-то и возможно там, не знаю, химически чисто. Но все равно человек останется тем, кем он есть. Даже если он какие-то признаки свои поменяет. Но Бог говорит, я сделаю за тебя то, что ты сам никогда не сможешь сделать. И Бог хочет изменить наше с вами мышление. Но в каком случае это мышление может меняться? Это тема вечерней нашей проповеди, но я хочу затронуть эту мысль. Каким образом мышление человека может измениться? Условия? Желание. А где взять желание, если его нет? Вот, просить. Еще что нужно для того, чтобы мышление менялось? Выполнение. Послушание. Послушание. Это очень важный аспект, потому что мы с вами говорим, что... Ну вот вера, да? Что такое вера? Вред. Вот я имею веру. Вера у меня сильная. Меня никто не сдвинет с места, сказать, например, что Бога нет. А помните, что Яков говорил? И бесы веруют. Потому что они видят Бога. Они знают, что Бог есть. У них вера намного сильнее в этом вопросе, чем у нас. Понимаете? Конечно. А что же это за вера? Тем более, что у нее есть характеристика. Это вера Иисуса. Бог хочет, чтобы мы научились не просто верить в факты, а чтобы мы научились доверять Ему. Чтобы мы научились доверять Ему свою жизнь, например. Доверять свои планы, доверять свои надежды. А вот смотрите, человек имеет свой план, свое решение согласно этому плану. Я уже говорила немножко раньше об этом. А теперь попробуйте. А Бог говорит, это не моя воля. Твой план. Готовы ли вы будете отказаться от этого своего решения? Вы знаете, в чем проблема? А хочет ли человек вообще исследовать чей-то другой путь, либо другой план, кроме своего? Ведь когда человек принимает решение, он очень много думает. Ну, во всяком случае, так нужно поступать. Для того, чтобы это решение, пусть оно будет единственное, но оно правильное, но самое главное, это мое решение. Вот именно здесь у нас получается вся проблема, что нам сложно поменять свое мышление, свои решения. И часто говорит человек, ну, вот я почувствовал, что мне нужно вот это. Или наоборот, вот обстоятельства в моей жизни так сложились, что это явно Бог мне закрыл туда дорогу, а вот здесь вот он мне открыл дорогу. И люди полагаются только на чувства и на обстоятельства. Но скажите, сатана может нам дать чувства? А обстоятельства создать может? Конечно, может. Но воля Божья, она выражена даже не в чувстве и не в обстоятельствах. Хотя обстоятельства часто и Бог использует для того, чтобы остановить человека на его путях. Вспомните Валаама. Помните? Там уже Бог эту ослицу послал ему. Она уже говорит человеческим голосом. И он все равно от своего решения не отступает. Он хитро поступил, но все-таки поступил так, как он хотел. Вот это вот проблема наша с вами, друзья. Бог предусмотрел для нас возможным совершить наше личное преобразование. Но нам нужно согласиться на это преобразование. Нам нужно согласиться через наше смирение. Поэтому, когда мы просим Бога и говорим, «Ой, дай мне это! Я же знаю, что ты любишь меня! Я знаю, что ты хочешь мне это дать!» И это хорошо, что мы уповаем. Но если мы не просим по воле Божьей и надеемся получить это, то вот это как раз и есть самонадеянность. А когда мы просим то, чего Бог нам не обещает дать, и мы настаиваем, какой здесь фактор присутствует? Самонадеянность и здесь отсутствие послушания. Отсутствие послушания. Давайте мы с вами исследуем один пример, библейский пример. Притом, это пример очень явный. Это пример веры Иисуса, как она проявлялась в конкретных обстоятельствах. Были ли там чувства, были ли там обстоятельства, где Он мог дрогнуть? Это наш Спаситель Иисус Христос. Пустыня. Христос имел совершенную веру. И нам надо понять, что эта вера – пример для нашего подражания. И нам нужно учиться эту веру в своей жизни проявлять. Итак, Христос был поведен Духом Святым в пустыню. Не он искал этого искушения, но он был послан туда для того, чтобы получить подкрепление, силу. Сорок дней он молился, постился, сближался с Богом, обдумывал свою миссию. И вот в конце, в сороковой день, к нему подступает сатана, и что он ему предлагает? Первое искушение. Он ему говорит, если ты сын Божий, если ты сын Божий, ну, сделай эти камни хлебами. Вот это первое искушение. В чем его сущность, друзья? А? Вот, сомнение в любви Божьей. Сомнение в любви Божьей. Если ты сын Божий, ну, Бог обязан был о тебе позаботиться, правда? Вот почему ты так изнуряешь? Нужно ли вообще такое изнурение? Нужно ли вот такое состояние твое? Бог же любит тебя. Зачем тебе так унижать себя? Зачем тебе так смиряться? И вот смотрите, Христос, по сути, Он продемонстрировал свою правильную, совершенную веру. Ну вот я хочу прочитать из первого тома избранных вестей такую статую, 275-я страница. Если бы Лукавый смог склонить Иисуса к сомнению в его сыновстве и в истинности слов, сказанных его отцом, он одержал бы полную победу. По сути, сатана стремился заставить Христа усомниться в том, что сказал Отец, Бог. Поступает ли он так по отношению к нам? Да. Смотрите, мы читаем и явно видим волю Божью для себя. А потом что мы делаем? Ну вот у меня обстоятельства такие. Ну вот, может быть, это не ко мне, может быть, это не сейчас, а может быть, это вообще, ну и не воля Божия, может быть, это мое мнение такое. Понимаете? И мы начинаем сомневаться в этом. Но как ответил Христос? Написано. Написано. Он полагался на свои чувства? Нет. Он полагался на обстоятельства? Обстоятельства такие, ну может быть, он вот-вот умрет. Знаете, как мы еще сегодня боимся? Нам же медицина столько открыла. Ну в данном случае, если бы я оказалась, подожди, 40 дней, это же у меня мозг голодает. У меня что? Ну надо же все-таки. И что же здесь такого, если бы я действительно себе помогла? Понимаете? Если бы Христос послушался вот этого наущения сатаны, по сути, весь план спасения был бы разрушен. Если бы можно было поколебать доверие Христа к Богу, сатана был бы уверен, что победа в великой борьбе на его стороне. Он мог бы победить Иисуса. Он надеялся, что упавший духом и смертельно голодный, Христос утратит веру в своего Отца и совершит чудо для себя. Если бы он сделал это, план спасения был бы разрушен. Желание веков, 119 страница. Но теперь давайте мы еще сконцентрируемся на цели Иисуса Христа. «Он пришел, чтобы, перенося испытания, как это должны делать и мы, оставить нам пример веры и покорности». Это на той же 119 странице. «Он пришел, чтобы оставить нам пример веры и покорности». Для Иисуса было самым твердым упованием это его слово. Так написано. Это что касается первого испытания. Теперь смотрите. Сатана все время пытался поколебать веру Иисуса. Пытается ли и он нашу веру поколебать в Бога? Мы тут еще не научились толком доверять, а он делает все, чтобы этого и не произошло. И даже если у кого-то, если есть эти проблески веры, вот такой начаток веры, он постоянно стремится к тому, чтобы разрушить это, чтобы сделать нашу веру сомнительной. Просто может быть сосредоточен на том, да, Бог есть, чтобы мы стали самонадеянными. Смотрите. Первое, что он делает? Он стремится пошатнуть нашу веру в Бога. Это первое. Второе. Он искушает нас сомнениями в любви Божьей. А может быть, я же несовершенный человек, может быть, Бог меня и не любит такого, какой я есть. Видите? Сомнения дает в любви Божьей. Дальше. Он пугает, третье, нашими слабостями. Ну, ты же все равно не будешь успешен. Ты все равно не будешь победителем. Ну, ты слаб. Ну, чего тебе стараться? Ты не стремись к этому. Видите? Он постоянно давит на нас вот такими вот искушениями. Четвертое. Он старается лишить нас мужества идти до конца, бороться. И в конечном итоге он стремится прервать нашу связь с Богом. Второе искушение. Во втором искушении сатана использовал уже другой подход. Я прочитаю тоже тот же первый том «Избранных вестей», 282-я страница. «Своей новой попытки сатана решил использовать веру и совершенное доверие Христа к своему небесному Отцу, чтобы склонить его к самонадеянности». Видите? Там он хотел его поколебать его веру в Отца, а тут склонить к самонадеянности. И что он ему предложил? Он вознес его на крыло храма и говорит «Бросься вниз». Так же заповедовал Отец. Он тут использует обетование, что ты даже не долетишь туда, а ангелы тебя подхватят. Ну, бросься туда вниз. Что Христос сказал? Написано. Не искушай Господа Бога твоего. Написано. Этот второй пример. Пример вот этой непоколебимой веры Иисуса в Слово Божье. Если вот взять себя как личность, да, вот, ну, может быть, даже кто-то подтолкнул бы нас туда с этого крыла храма. Ну, я за себя говорю. Если оно было вне моей воли, я упываю только на волю Божью, да, я могу быть уверена, что Отец меня и подхватил бы там. Я не знаю, может, какие-то ветки, какой-то куст был бы, я не знаю, может, кто-то перину, солому подстелил бы. Но, во всяком случае, Бог бы мог спасти меня. Но если я иду самостоятельно на вот такое искушение, поддаюсь, что за этим стоит? Здесь написано вот в свидетельствах, что Сатана пытался склонить Христа к самонадеянности. Хорошо, я прочитаю дальше. От такой добродетели, как совершенная вера и уверенность в Боге, до греха самонадеянности зачастую всего лишь один шаг. Видите? Совершенная вера и самонадеянность, там названа самонадеянность грехом, Дух правительства называет, и вот такая совершенная вера, как упование на Бога. Тут всего лишь один шаг. В чем разница? Где вот этот шаг можно сделать? В чем он заключается? Смотрите, совершенно верно. Я могу иметь совершенную веру в Бога, совершенную веру в Его обетование. И вот этот один шаг, один еще момент послушания. в совершенной вере он обязательно присутствует, в самонадеянности он отсутствует. Понимаете? Они настолько похожи, совершенная вера и самонадеянность, что может просто мы не видим различия. но именно здесь чаще всего, друзья, мы и падаем. Мне вот приходится часто читать в разных чатах, там мне повписывали, как наши братья и сестры говорят на духовные темы, и как мнение свои, как люди выражают в отношении веры, в отношении взаимоотношений с Богом. И вот буквально вчера я читаю тоже одну такую историю, может быть, она гуляет по интернету уже много лет, но я в прошлый раз только в прошлый день прочитала. Там описывается, как ни страна не названа, вообще ни имен никаких нет, ну вот ситуация такая, ну типа сказки такой. Вот, как одного человека испытывали, вот это были совершенно противоположные, это не христиане были, они пытали христианина и сказали, вот это стакан яда, вот ты должен выпить, и если твоя Библия это правда, то мы тоже становимся верующими. Ну вот такое, взрослые люди пишут такие вещи. И тот человек помолился, выпил стакан яда и остался живым. И тогда один из этих, которые пытали его, он тоже сказал, я становлюсь христианином. То есть для них это свидетельство. Но обычно такого не бывает, друзья. Такого не бывает. Потому что здесь явный пример самонадеянности. Понимаете? Явный пример. Хотя оно затраивает наши чувства. Правда? Нам нравятся такие истории читать. Но такого не бывает. И Бог никогда не будет допускать так, чтобы его дети вот таким образом были испытаны. Нам надо это помнить. Нам надо знать своего отца. Какой он? Для того, чтобы избежать подобных ловушек. Другое дело, если насильно кто-то даст это, либо там какой-то укол или еще что-то, это другой вопрос. Бог вступится за своих детей. Но когда демонстрировать, вот что Бог у меня такой чудесный, вот смотрите, и с тобой такие чудеса могут происходить. Оно близко. Опять же, разделяет их только один шаг. Друзья, прочитайте внимательно это. Эти сказки так обросли уже такими разными идеями, подробностями. Хорошо. Сатана хотел сделать вот такое вот испытание Христу для того, чтобы склонить его, сделать вот этот вот один шаг. Понимаете? Но Христос не сделал. Он сказал, так написано. Вы вспомните, даже приводили пример тоже в этом чате, приводили пример вот этих трех молодых юношей, которые были брошены в печь. Но они были связаны и брошены в печь. Правда? Они не сами прыгнули туда. Хорошо. Христос не хотел подвергать верность и любовь своего Отца ненужному испытанию, хотя и находился полностью в руках врага. Я хочу прочитать также еще несколько цитат с той же страницы. Он сказал, что если действительно Сын Божий Сатана сказал, то ему нечего бояться, ибо ангелы подхватят его. Нечего бояться, если я выпью яд. Бог сделает его неактивным этот яд, потому что он всесильный Бог. Понимаете? Но Христос не пожелал по наущению Сатаны искушать Бога самонадеянно, экспериментируя с его проведением. Самонадеянно экспериментируя с его проведением. Христос знал, что Бог действительно поместил его, подождите, в очках, понесет его, если от него это потребуется броситься с храма. Но делать это без его воли, по своему усмотрению, обращаясь к доброте и любви своего отца, только из вызова, брошенного сатаной, не означало бы проявить силу веры. Другими словами, он бы представил Бога совершенно в другом свете, совершенно в другой характеристике. И мы знаем, что Христос вышел победителем в этом поединке. Наш искупитель в той победе, которую он одержал, оставил человеку совершенный образец, показав, что единственное его спасение это в твердой вере и в непоколебимой уверенности в Боге во всех испытаниях и бедах. Это 283-я страница. Что же из этого следует? Из этого следует, что мы можем сделать разницу между истинной верой, верой Иисуса и самонадеянностью. Я еще раз прошу вас исследуйте этот вопрос очень хорошо и не верьте на слово всем этим историям. Между верой и самонадеянностью нет ничего общего. Только тот, кто истинно верует, способен, свободен от самонадеянности, ибо самонадеянность это сатанинская подделка веры. Вера притязает на Божье обетование и приносит плод послушания. Самонадеянность также притязает на обетование, но использует их подобно сатане, чтобы оправдать беззаконие. Это не вера, если она притязает на благоволение неба, но не исполняет условий, на которых эта милость дается. Истинная вера основывается на обетованиях и установлениях Священного Писания. Желание веков, страница 126. Итак, именно самонадеянность погубила наших прародителей. Вера помогла бы нашим прародителям уповать на любовь Божию и повиноваться его заповедям. Самонадеянность же толкнула их на нарушение его закона, так как они верили в то, что его великая любовь спасет их от последствий греха. Видите? Итак, истинная вера, вера Иисуса, она состоит из трех взаимодополняющих факторов. Первое – это вера в то, что Бог любит меня. Второе – это вера в Его обетование. И третье – это абсолютное послушание воле Божьей. И все вот эти три фактора исходят от кого? Бог нам проявляет любовь свою, Он дает нам заверение в своей любви, Он делает все, чтобы мы смогли действительно исполнить Его волю, то есть все от Него, им и к Нему. А что же делает человек? А человек смиренно принимает эту веру, Он развивает эту веру через доверие, и Он становится послушным в Своем смирении воле Божьей. Обстоятельства и наши чувства, они часто могут нас обманывать. Часто, когда сатане не удается посеять в нас недоверие, он все же добивается своего, пробуждая в нас самонадеянность. Он знает, что если ему удастся заставить нас неосмотрительно встать на путь искушения, победа будет за Ним. Бог охраняет всех, кто ходит путями послушания, но сойти с этого пути, это значит осмелиться ступать на территорию сатаны, на которой мы непременно пойдем. Многие люди говорят, Бог ведет меня, Бог меня повел делать то-то, то-то. По сути, он либо поддался каким-то обстоятельством, либо он проявляет всего-навсего самонадеянность через свои чувства. Поэтому Христос говорил, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Марка, 14 глава, 38 текст. Нам нужно, изучать волю Божью, чтобы сознательно не вступить на опасный путь сатаны. Итак, я возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Человеку кажется его выбор всегда правильным, потому что он сделал этот выбор. Его решение это уже его решение согласно его выбору. В конечном итоге ему кажется, я правильно выбрал свой путь. И потом все его неправильные действия, которые за этим последуют, они направлены на то, чтобы оправдать свой выбор. И как тяжело бывает, когда и окружающим этого человека, и самому человеку, когда ему приходится лбом столкнуться с неправильностью своего выбора. И очень часто Бог допускает такое. Вспомните 33 главу книги Иова. Мы можем прочитать. Это как раз о том пути, когда Бог все-таки поддерживает нас. Смотрите. С 14-го текста. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда Он открывает человеку ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи». Что с чувствами человека делается, друзья? Скажите. Страдают его чувства? Еще как страдают. А обстоятельства о чем говорят? «О, Бог меня оставил». Правда? Но в данном случае что мы знаем? Что Бог допускает это состояние для чего? Для того, чтобы отвести человека от неправильного выбора. Плоть на нем пропадает, так что не видно ее, и показываются кости его, которых не было видно. Страдает человек, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. если есть у него ангел-наставник, вот это условие, друзья, если есть у него ангел-наставник. Один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, а если нет такого ангела-наставника, если нет такого человека, который подсказал бы мне рядом со мной, понимаете? Но если есть, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи могилы я нашел умилостивление. И тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милости к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. И так вот Бог поступает с нами, как сказано в третьей главе книги Откровений, кого люблю, того наказываю, с одной только целью, чтобы отвести человека от его неправильного выбора. Когда мы переживаем сложности в своей жизни, друзья, мы испытываемся на прочность. Помните, как Иисусу Навину Бог говорил, как Он Соломону, Давиду Бог говорил, «Только будь тверд и мужествен, будь тверд и мужествен, не потеряй терпение упования своего, прояви веру Иисуса». А нам нужно знать, какая это вера, да? И соблюдай, твори труд любви, соблюдай заповеди. Когда мы испытываемся на прочность, у нас есть единственный правильный рецепт. Какой? Скажите, исходя из сегодняшней темы, если вы внимательно слушали. Так написано. Все. Так написано. Если оно не говорит, как это слово, то нет в нем истины. Понятно? Вот почему наша задача это исследовать волю Божию, искать ее в слове. Так ли это или нет? Вот почему нам нужно смиряться, почему нам нужно учиться этому смирению. Бог нам помогает через обстоятельства. Он помогает нам смиряться. Но в то же время, если ты будешь проявлять и смирение, и такое доверие, то ты выйдешь победителем. Это секрет победы. Христос победил все три искушения в пустыне одним противоядием всех стрел лукавого. Так написано. Другими словами, он мог сам сделать те же хлебы, правильно, с камней. Он мог бы прыгнуть с храма, он мог бы хоть чуть-чуть кивнуть головой, поклониться сатане, когда тут требовал. Я тебе все дам, всех этих людей, бери, евангелизируй их, бери, ты ради этого пришел. Но поклонись мне. Но Христос сказал, так написано. Другими словами, для него воля Божья это было все. Он готов был умереть от голода, он готов был быть полностью уничтожен сатаной, если на то бы пошло, но он не свернул с этого пути. Он остался верным. Христос остался верным и в Гефсимании, когда судьба мира была буквально на волоске. И мы знаем, как он говорил, если возможно, доминует меня сия чаша. Если возможно, но не моя воля будет, а твоя воля. По сути, он шел добровольно на эту смерть. Мог он ее избежать? Конечно. Уехал бы с Тоги в Гефсимании, ушел бы куда-то, спрятался бы где-то в ущельях, никто бы его не нашел. Вообще бы не выходил к людям и был бы жив. Правда? Но Христос на то пришел, чтобы дать человеку свободу от греха. И это было совершено только одним путем. Это полной покорностью воли Божьей. Вы знаете, в самый трудный момент, когда нам кажется, что мы находимся в кромешной тьме, нам нужно поступать именно таким образом, как поступал Христос. Именно в таких условиях, когда мы не знаем, что с нами будет, когда мы не понимаем обстоятельств, почему это с нами происходит, когда мы находимся в унынии, в исследовании и так дальше, давайте будем искать только волю Божью через Его Слово. Будем учиться уповать на Него, будем учиться доверять Ему свою жизнь, но ни в коем случае не проявлять самонадеянность. Помните, вот эти слова, которые записаны Духом Пророчества, это сатанинская подделка веры. Вроде бы мы верим в Бога, вроде бы мы признаем факт Его, вроде бы мы хотим жить по Его заповедям, все хотим, но чтобы поступать, мы поступаем по-своему. Единственное различие. Да. Да. А как же совесть ведет к тому, что моя совесть, можно наше начало? О, это такой механизм сложнейший, будем вечером об этом говорить. Когда человек находит оправдание через свою совесть, да, находит оправдание, во-первых, для себя, потом он утверждает и убеждает в этом других, от этого его мнение увеличивается, понимаете, усиливается. Вначале может и мучить, но человек очень часто он в себе варится, он в себе вот это вот заглушает, в себе он это решает, а потом, когда ему удалось свою совесть притупить, вот он тогда уже принимает решение, он принимает, и тогда его уже не сдвинуть, понимаете? все, тогда все другие виновны, но только не я, он мне правильно решает, у меня есть оправдание моему поступку, но фактически это путь не к жизни, а к смерти. В чем еще различие между истинной верой и самонадеянностью? Ну, я не буду углубляться, потому что уже время подходит к концу. Самое главное, чем мы притупляем свою совесть, это тем, что мы знаем, Бог же меня любит, в любых условиях он меня спасет, его любовь не прекращается, но это характерно для истинной веры и характерно для самонадеянности, видите? И этим мы можем манипулировать, но от нас требуется, что послушание, а не просто вера в то, что Бог меня любит, конечно, его любовь никогда не перестает, она никогда не перестает, что бы я ни делал, каким бы я ни стал в этом мире, Бог продолжает меня любить, потому что он не может не любить, понимаете? Но мы не имеем права манипулировать Божьей любовью. Если мы верим в эту любовь, и она находит отклик в моем сердце, значит, я должен поступить так, как он поступил бы на моем месте. Вот это единственный ответ. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Отец, мы так благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам суть веры Иисуса. Помоги нам, Господи, избежать этой ловушки самонадеянности, а стремиться, чтобы иметь любовь Иисуса. Иметь вот ту совершенную веру, которую Он проявил, будучи здесь на земле. Помоги нам, Господи, вникнуть в этот вопрос и так разобраться для себя, чтобы видеть вот те тайные движения своей собственной души, когда мы эгоисты, такие грешные люди, можем манипулировать Твоим отношением к нам. Помоги, Господи, по-настоящему нам полюбить Тебя, довериться Тебе и проявить верность во всем, проявить верность Тебе. Мы просим об этом во имя Христа. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова